Всем привет, друзья! Друзья, вы на канале SkyTopGames и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Ну а перед началом нового путешествия я бы хотел поблагодарить всех спонсоров на нашем канале за вашу месячную подписку. Спасибо, ребята! Ну что же, сегодня наше путешествие откроется в галактике под названием Viral Pool. Эта галактика находится от нас, от нашей галактики Млечный Путь, от нашего родного дома в 22 миллионов цветовых лет. И чем примечательна эта галактика, то что на краю, на ее краю, расположена звездная система, состоящая из трех звезд и две планеты, на которой, кстати, есть жизнь. На нашем звездолете открытия мы долетели до этой системы и сегодня с вами рассмотрим все эти планеты. Рассмотрим, кстати, вот эту червоточину, которую мы с вами видим. Напоминает, да? Фильм Интерстеллар. Да, та самая червоточина, через которую астронавты из фильма сделали огромное путешествие в другой мир, в другую галактику. Они нашли планеты, подходящие для жизни. Ну что же, давайте рассмотрим эту систему. Галактика, кстати, сама очень интересная. А знаете почему? Потому что галактика состоит из самой спиральной галактики. Вот вы можете сейчас это видеть. И вот здесь, на краю, эллиптическая галактика. То есть, сама спиральная галактика захватывает эллиптическую галактику, как бы ее всасывает, да? И получается еще больше спиральная галактика. Ну что же, вот такая планета. Давайте сейчас рассмотрим. Планета Эмперор. Кстати говоря, совсем забыл сказать. Спасибо огромное человеку под никнеймом Монтаж. Помните? Системы Кентара. Это Анубис. Все ссылочки на данный мод, а также остальные моды, возможно, которые вы не видели, будут в описании. Так что, прямиком сейчас устремись в мастерскую Steam, скачай их и посмотри все планетарные и звездные системы. Ну что же, мы на планете Эмперор. Да, как я вам и говорил, по прозвищу Стеллар, система состоит из трех звезд, расположенных в верхней части галактики Вайрл Пул. Здесь, кстати, живет цивилизация, которая считает себя самой влиятельной империей в галактике Вайрл Пул. И, кстати говоря, она здесь считается самым сверхразумным. Так, мы, по-моему, где-то, где-то, где-то над океанами этой планеты. Планета Эмперор. Жизнь здесь органическая, многоклеточная, морская. Экзотическая, одноклеточная, наземная. Очень странно, почему жизнь экзотическая, одноклеточная, наземная. Я вообще представлял, что здесь будет жизнь многоклеточная, экзотическая, наземная. Здесь есть вода, кислород. Ну, воду вы уже, конечно, видели. Мы спустились прямо где-то над океаном этой планеты. Мы видим две звезды, два Солнца, можно, грубо говоря, сказать, на дневном небе. Да, здесь можно спокойно дышать кислородом. Тяготение такое же, как на планете Земля. Атмосферное давление немножко пониже. Температура 48 градусов по Цельсию. И, по-моему, даже есть небольшая растительность. Видно, да, что... По-моему, планета покрыта какими-то мхами или что это. А вот, кстати говоря, интересно, отсюда можно будет рассмотреть червоточину? Давайте с вами сейчас все это попробуем рассмотреть. Вот она, императорская... Imperator's Gateway. Императорская червоточина. Ну, скорее всего, здесь все-таки через эту червоточину внеземной разум в этой галактике, на краю этой галактики, может путешествовать по другим частям света. То есть, по вообще в любой край Вселенной, скажем так, да? Может быть, даже здесь живут те самые серые. Кто знает, тот обязательно поставить пальчик вверх и подпишется на канал. Так, нам нужно вообще перелететь. Все это перелететь на ночное небо, скорее всего, да? Прямо над океаном. Интересно, мне будет видно здесь червоточину? Да, червоточину видно даже с дневного неба. И, по-моему, даже видно ее быстрое вращение. У данной планеты, кстати, есть две луны под названием Меневрия и Аугустус. Скорее всего, ну, здесь автор их назвал в честь каких-то греческих, может быть, богов. Я точно не уверен. Так, самая ближайшая планета это Стеллар. Да, эта система вообще названа в честь Интерстеллар, фильма Интерстеллар. И очень, в принципе, даже на нее похожа. Также есть замороженная планета Стеллар-Д. То есть, какая планета в Интерстелларе была полностью ледяной? Я точно не помню уже все названия. Также есть планета Океан. Так, планета Стеллар-С. Атмосферное давление 0,725. Температура минус 38. Ну, давайте попробуем сейчас к ней все-таки перелететь. Согласитесь, если бы вы находились на данной планете, черт его возьми, то... Это перед вами открылись бы шикарнейшие виды на ночном небе. Шикарнейшие виды на галактику. На спиральную галактику и эллиптическую галактику, которую галактика Вайрл Пул просто засасывает. Ну что же. Так. Давайте переместимся... Планета Стеллар-Д. Прохладная пустынная Субтерра. Да, это полностью замороженная планета. Но на планете... Нет, на планете нету кислорода и все, что ты видишь, лед. Это полностью замерзший углекислый газ и не более. Нет, ну, конечно, может быть в недрах данной планеты... Содержится вода в замерзшем виде. Так. Планета Стеллар-ЕА. Двойная планета, что ли, да? Двойная планетарная система. Довольно-таки интересно. Прохладная пустынная Субтерра и не более. Стеллар-Ф. Холодный Супер-Юпитер. Подобный нашей планете, нашему газовому гиганту Юпитеру. Посмотрите. Он шикарен. Планета Стеллар-Джи. Умеренная пустынная Терра. Температура минус 12 градусов. Но почему он такой яркий? Скорее всего, это из-за содержания каких-то газов внутренних в атмосфере. Посмотрите, насколько он яркий. Насколько яркая планета. Даже отсюда может показаться, как будто он разогревается какой-то звездой. Как будто планета находится прямо рядом со звездой. И температура на поверхности составляет там плюс 400, плюс 500 градусов. Боже. Невероятно. Подождите, стойте. А может быть, здесь я сейчас совершил фатальную ошибку? Нет. Я думал, просто как бы эта планета относится к звезде Силия. Нет. Планета Калла. Температура 1050 по Кельвину. Что? Как так возможно? Что-то я немножко не понимаю. Солнечные сутки 5 часов 8 минут. Отчего планета так разогревается? Ведь сейчас звезда Силия, звезда Рандиния на достаточно большом расстоянии от данной планеты. Планета Калла-А, Калла-Б, Калла-Ц, А. Странно. Ну, хорошо. Окей. Давайте, наверное, напоследок пролетим над океанами. Над вулканами данной планеты, на нашем звездолете. И представим, что мы с вами переместились в мир. Туда, где есть другие формы жизни, похожие на наши. Так. Я предлагаю прямо над данным вулканом пролететь и закончить данную серию. Ну, а для всех желающих, пройти прямо сейчас по ссылке в описании, скачать данный мод, подписаться на автора. Потому что у него очень много шикарных и бомбизных модов. Ну что же, ребятки. Давайте представим, что мы с вами прилетели в гости, так сказать, к другим людям. Ну что же, поехали. И мы уже с вами на нашем межгалактическом корабле летим над поверхностью данной планеты. Да, конечно, в данной серии мы с вами не рассмотрели каких-то шикарных, красивых видов с планет. Но для себя каждый из вас может, может открыть их. По крайней мере, я вам показал еще одну систему, где, возможно, во Вселенной есть жизнь, похожая абсолютно на нашу. Возможно, здесь также, на этой планете, ходят такие же существа, как мы с вами. Ну что же, всем, кому понравилось данное путешествие, ставим пальчик вверх, подписываемся на канал. И помним, друзья, что космос и Вселенная бесконечны. И наши путешествия только начинаются. Всем пока, до новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok